добрый вечер дорогие друзья решила немножко включиться поболтать с вами пообщаться пришла из магазина здесь такая тишина солнышко комарики птички решила немножко показать что и чем я сегодня занималась какие планы на завтра в общем совсем коротенькое коротенькое видео прям не хочется слышать слышите как птички поют сейчас где-то около 7 вечера вот сижу здесь в зоне отдыха отдыхаю слушаю птичек наслаждаюсь у нас потеплело комары грызут вот такой лёшик купил штуку от комаров спрей помогает покупал в москве по моему в ленте или в шоколаде около 100 рублей посмотрела я на озоне друзья я не знаю это был прикол или они ошиблись ноликом 1600 1500 700 рублей вот такая вот вещь вещь хорошая но извините за полторы тысячи но это вообще какие ворота не лезет ну как же приятно слушать птичек они по утрам обычно тут вот вечером решили песенку спеть ну давайте расскажу чем я занималась вот здесь у меня стоят палки реки купили мы материалы еще на две вот такие шпалеры следующую сделаю с этой стороны и вот сюда чтобы вот как-то обзор был ну как бы по центру так скажем по центру от нашей зоны отдыха со временем конечно я сделаю и следующий пролет и потом туда хочу вот ну в чтобы везде был вот такой забор в огороде конечно не буду делать шпалеру но вот в зоне отдыха планирую сделать покрасила я два дня крашу некоторые палки уже тремя слоями прошла лучше конечно тремя слоями и завтра у меня есть фронт работ на одну шпалеру у меня материал полностью готов а вот эту часть еще нужно один разочек пройтись вот я завтра как раз покрашу приступлю делать шпалеру а так партия как раз высохнет и можно будет еще делать дальше помыла так слегонца двор грязь тащится потому что вот здесь вот геотекстиль то я убрала ну и естественно вот он вот он идет мой друг который любит в клумбы мне в туалет ходить видите все понакрыто сегодня залезла я в сарай и нашла вот такой вот раритет вот такие кошелки корзины сплетены они из ивовых или ивовых прутьев вот эта корзина большая она без дна была в общем я в нее поместила вот эту ленту бордюрную чтобы не не быстро испортилась она в эту корзину она видите такая конусовидная в нее неудобно эту бордюрную ленту было мне класть и я просто пупырчатую штуку вот это что-то мы получали наверно кресло качалку осталось вот на дно положила пластик с дырками чтобы дренаж был а сюда вот вот эту пупырчатую чтобы тоже как-то сохранить посажу сюда ранункулюсы уже так представляю как это все будет выглядеть и я думаю что будет это красиво выглядеть когда здесь все повырастает с этой стороны обойду чтобы грязь там не лезть посадила также ведро закопала клематис видите как он уже один единственный пошел который хорошо пошел я ему здесь вот такую лесенку сделала перекрутила вот хомутиком пластмассовым и здесь вот капруновую ленту которая не гниет тоже чтобы легче ему было хвататься пока он молоденький молодой вот по всей шпалере я вот это сделала и хомутами видите мертво стоит вот такими хомутами она прикреплена это шпалера в нескольких местах и это очень удобно хомут стоит дешево срезал снял на зиму можно убрать куда-то в сарай или на улице но как-то запаковать полиэтиленом допустим чтобы не могла зимой покрасить так же удобно так что вот эти вот хомуты отличное решение для вот таких шпалер значит что по моим растишкам гортензии очень хорошо идут в рост хоста тоже вот уже начинает зеленить потихоньку то прям белый-белый росточек был ну клематис я вам уже показала 2 метельчатая тоже хорошо радодендрон не знаю выживет или нет вами там подсказали укрыть его вот так вот вот сейчас покажу пока пока вот вроде как два листочка там не совсем закрутились буду надеяться вот видите пригодилась вот это вот плафон с люстры которые я нашла на помойке вот пион древовидный немножко заболел морозом его вот видите прихватила но он оклемается вот прям вообще хорошее короче выходной воскресенье я опять пойду на наш рынок и куплю еще одну метельчатую куплю клематис там у женщины очень хорошие клематисы которые я не могла найти не в леруа не на озоне нигде который княжек сисель вот значит хочу посадить его вот здесь вот уже приготовила почву специально для него вот эта почва кислая для гортензии ящик прикрыть то есть хорошо будет как раз здесь будет гортензия метельчатая она будет прикрывать клематис же любит чтобы ноги были в холоде а голова в тепле вот она как раз будет затенять ноги клематиса и меня очень обрадовала роза деранцарт уже у неё проснулись почечки вот я вам сейчас их покажу и идут замульчировала он видите вот красненький и вот это вот зазеленела проснулась и там еще одна почка где-то я видела а вон она вот розовенькая вот она так что с этой вроде как все нормально а вот этот дежардан дешамон не знаю я пока не вижу у нее никаких никакой тяги к жизни не вижу я проснувшихся почек но у нее я видела что плохой корешок был взяла на свой страх и риск вот эти ирисы вроде как попринимались вот они вроде как ну в общем пион не знаю будет или нет но корешок у него вроде да хороший был ну что-то я не вижу бодылки вот эти засохли какие-то они не такие может быть от корня пойдет это вот как раз из того скандального магазина пойду я на рынок и воскресенье куплю вот этот пион воронец который туда в пару посажу которые уже у женщины прям так хорошо цветет даже и такие веточки ну вот как как вот этот вот пион видите листья уже прям и он закрыты корневой системой у нее продается ну то есть перевалкой легче растения приживаются в общем куплю вот это вы мне писали витреница вроде как это не витреница я сейчас подойду к другой клумбе может быть они разные бывают я не знаю но это цветет такими похожими на лес на цветок тюльпана не тюльпан естественно это вот такой кустик с такими вытянутыми цветочками пиончик тоже этот прижился может быть немножко болеет но он пойдет вот эти флоксы шиловидные тоже пойдут ну в общем сегодня я занималась вот здесь установкой вот этой инсталляции раритетной вот этими корзинами занималась и красила готовлюсь к завтрашнему дню красила вот эти рейки завтра буду делать шпалеру вот эти вот два пролета вот слава богу у нас потеплело тепличку я уже прикрыла парничок высаживать буду после 20 мая спешить торопиться не буду сейчас ночи еще холодные плюс восемь плюс шесть это не очень хорошо для помидор для перчиков поэтому буду высаживать позже когда уже хотя бы 10 будет ночью вот приготовила я уже 100 слапилу на завтра завтра буду заниматься шпалерой опять же если не будет дождя так сейчас ключики возьму сразу в дом войти а кузян ждет ждет еду так вот сейчас я вам покажу витреницу вот витреницы но это совсем другие здесь и листья другие и цветочки здесь более такие круглые она вот не до конца еще распустилась вот может быть они разные сорта есть я не знаю а здесь видите что я придумала отражатели ой как же красиво вечером короче когда я здесь укутывала пионы вот этот лилейник вот этой штукой это утеплитель такой и вечером зажегся вот этот фонарик и на вот этот утеплитель лучик упал и я поняла как это красиво выглядит ну короче я вот нарезала вот таких вот кругов и вечером когда они зажигаются здесь во первых ярко становится и вот эти лучики отражаясь вот от этих блестящих кругов делают такой особый колорит что ли вот пиончики пошли ох как хорошо после коровика посмотрите какие листья какие бутоны прям мух да и ирис тоже гортензию я вчера подсыпала этим видите рыженький рыженький этот торф кислый специально покупала дорогущий зараза но правда хороший мешок 20 килограмм почти 1000 рублей собираю я сюда натуральный кофе когда пью дома в специальную банку и потом добавляю воды но остатки имею ввиду от кофе кофейную гущу кефир прокисший там тоже воду сюда лью в общем она в этом году меня радует она очень сильно болела наверно года два после посадки а в этом году вы мне там писали возможно не зацветет может быть и не зацветет может быть я ее расчеренкую или как это называется и размножу посажу на следующую клумбу вот здесь вот не знаю что вот это вылезает я здесь сеял цинии и как их бархатцы ну вот подскажите что вот это вот вот видите вылезает полезла вроде как хорошо вовремя полезла не во время морозов вот но семена уже были давнишние вот она тоже видите вот не знаю что это я ни разу не сажала не бархатцы не цинию и не знаю как это выглядит когда всходит подпушила я тут лилии тоже подкормила вот тоже все пошли но это но я вам уже по это прям смотрите уже прям бутончик много какая-то короткая а вот уже прям по моему бутон вот так что с лилиями все хорошо так спокойно не хочется даже заходить домой потому что сегодня первый такой вечер так скажем теплый вечер всегда так холодно было неуютно в общем наслаждаюсь наслаждаюсь хотя сейчас градусов 13 не больше друзья видите ванна опять стоит на старом месте я ее отремонтировала разводила раствор гипсово цементный у меня есть гипс и цемент и там вот эту дырку если через воду увидите ну короче я залила вот эту дырку короче зацементировала и теперь вот здесь у нас дождевая водичка вообще в планах это вот пшеница рожь у меня здесь и овес растет вообще в планах купить бак и вот они в этом году скорее всего вкопать его в землю и собирать дождевую воду для полива очень хорошая вода для полива растений дождевая конечно она мягкая она без извести у нас очень жесткая вода посыпала я пиплом видите из этого мангала набрала пепель у мы жарили шашлыки на мой день рождения вот он и посыпала клубничку немножко вы мне советовали но и вроде то она как видите вроде как вот пошла цвести не знаю что-то ударил мороз что-то выжила ну посмотрим что будет здесь прополола я лазила вот такие вот бороздочки это у меня свекла растет и морковка морковку я сажала старалась сажать более так сказать не густо не люблю я ее прорывать ну вот здесь сколько вырастет столько и вырастет чесночок чесночок в этом году что-то как-то пожелтел не хватает чего-то ему на нас хватит вот такой небольшой обход помидорки перцы у меня маленькие еще потому что не получилось сразу ну в общем не взошли я второй раз сажала уже наверное в начале апреля не помню вот лучок хорошо пошел и уже друзья всходит картошечка такие вот рядочки лука и вот сейчас я вам покажу уже полезла вот картоха эти по-моему мороз немножко ее прихватил вот осад не могу избавиться вот там вы видите кустики это не картошка это осад зараза вот лезет тоже картошечка в общем полезной там вон полезла картошечка много в этом году крыжовника очень много смотрите висят и в общем не ударил его мороз лёша очень ждет его посмотрите как мы в детстве ели вот этот крыжовник зеленый я сейчас на него смотрю и думаю неужели я вот это ела это же вырви глаз а мы кушали вот малинку немножко мороз ударил вообще хочу сказать наш участочек как-то не сильно пострадал слава богу люди вот рассказывают у людей побило все все фруктовые деревья яблони сливы все побило морозом у нас слава богу все более-менее нормально вот картошечка тоже лезет короче дождались мы тепла теперь повеселее как-то будет и ну когда холодно ничем не хочется заниматься моя сумка стоит отдела в пятерку там по мелочи то йогурту хлеб то вырезку куриное филе все друзья пойду я домой немножко с вами пообщалась показала что у меня и как напоследок немножко красоты вам для настроения я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока